Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко «Судьба западных приграничных олигархий». Для государств, отделяющих Россию от традиционного Запада, наступает момент истины. Под традиционным Западом я понимаю США и Западную Европу в границах холодной войны. Страны, вошедшие в состав ЕС и НАТО после распуска организации Варшавского договора ОВД, Совета экономической взаимопомощи СЭФ и распада СССР традиционно ориентировались больше на США, чем на ЕС. Аналогичным образом поступали и бывшие Западные республики СССР, которым в ЕС и НАТО вступить не удалось – Украина и Молдавия. До определенного момента некую пророссийскую альтернативу представляла Белоруссия. Но в последние десятилетия, перейдя к политике многовекторности, призванной сдерживать Россию, Лукашенко хоть и заигрывал активно с ЕС, тем не менее главный противовес России видел в США. Подтверждением этого тезиса служат и его переговоры с Помпео о поставках альтернативной нефти, когда президент Белоруссии не смог договориться с Кремлем об устраивающей его цене и попытке подыграть США в вопросах газового транзита с целью шантажа России, имевшие место в то же время и по тому же поводу. Фактически уже начало активного наступления США на постсоветском пространстве при помощи цветных переворотов, начавшаяся фальстартом 2000-2002 годов акция «Украина без кучмы» и успешно продолженная в 2004-2005 годах революция Рос в Грузии и оранжевая революция на Украине засвидетельствовала устарелость политики многовекторности и невозможность ее успешной реализации лимитрофами. С этого момента выбор у них был один – или США, или Россия. До последнего времени эта проблема стояла только перед бывшими советскими республиками, не вошедшими в состав ЕС и НАТО. Восточноевропейские страны, бывшие члены ОВД и СФ, по умолчанию считались перешедшими в западную сферу влияния. Однако четыре года президентства Трампа, закончившиеся организованным демократической партией государственным переворотом, в корне изменили ситуацию на востоке Европы. Скорее всего, далеко не все восточноевропейские правительства осознают наступление новой геополитической реальности. Однако теперь их членство в НАТО и ЕС не освобождает их от необходимости сделать выбор между США и Россией. В какой-то степени они вернулись в то самое лимитрофное состояние, из которого пытались вырваться, примкнув к западной цивилизации путем вступления в ЕС и НАТО. Запад перестал быть единым. Он раскололся как в США, так и в других странах Старой Европы на леволиберальную, глобалистскую, правоконсервативную, традиционалистскую части. Леволибералы, представленные в США демократической партией, ориентированы на интересы транснациональной финансовой олигархии. Этот глобальный олигархат пришел к выводу, что в условиях, когда Российско-Китайский неформальный союз, расширившийся уже почти на всю Евразию, кроме ЕС, и активно продвигающий свои интересы в Африке и Латинской Америке, не позволяет США надеяться на силовое восстановление своей глобальной гегемонии. Сильное американское государство перестает быть насущной потребностью мировой олигархии. Во все века олигархия стремилась максимально ослабить государственную власть, поскольку классическое государство, хоть Византийская империя, хоть Российская империя, хоть Германская империя, выполняет функцию сохранения баланса между различными социальными и национальными группами, входящими в его состав. А это ограничивает возможности олигархии, которая заведомо сильнее любых других общественных сил за счет огромности сконцентрированного в ее руках финансового ресурса бесконтрольно реализовывать собственную политику. Напомню, что Британскую Индию осваивала основанная 31 декабря 1600 года британская, в момент основания английская, Ост-Индская компания. Британский монарх был лишь одним из акционеров компании, олигархом среди олигархов. Грабительская политика компании привела фактически к геноциду местного населения. Но привилегии компании, которая даже армию собственную содержала и войны самостоятельно вела, были аннулированы, а территории приняты под государственное управление только к 1813 году по акту 1784 года. Однако к этому времени уже вся Великобритания существовала как олигархическая республика, в которой монарх был лишь одним из акционеров. И в течение следующего столетия компания господствовала в Индии практически также полновластно, но уже формально под контролем королевских губернаторов и вице-королей. Аналогичным образом осваивался дикий Запад США. Пока существовала необходимость выселение или истребление индейцев – это была территория беззакония, где свою волю диктовали револьверы Кольта и винтовки Ремингтона. Регулярные части американской армии появлялись в этих районах только если переселенцы в кавычках, а в основном замаскированные под них наемные банды железнодорожных компаний, сами не справлялись с индейцами. Как только этот вопрос был утрясен и индейцы исчезли, остатки были загнаны в резервации, на Диком Западе в считанные годы восторжествовал закон. В эти далекие времена олигархия использовала сильное государство для создания за его пределами территории беззакония, с которой она и кормилась. До конца правления Обамы американская финансовая олигархия пыталась идти по тому же пути, опираясь на сильное США и превращая в территорию беззакония весь остальной мир. Все остальные государства должны были повторить судьбу Украины, в которой формально государственные органы вроде бы существуют, но государства как такового фактически нет. Есть территория перманентной войны за единоличное господство местных олигархических баронов, каждый из которых стремится опереться на поддержку США. За время президентства Трампа американская олигархия потеряла контроль над значительной, большей частью американских избирателей. Необходимость государственного переворота, разрушающего основу американской государственности, легенда о граде на холме, в котором живет демократически самоуправляющееся общество всеобщего благосостояния, возникла именно потому, что представляющая интересы финансовой олигархии демократическая партия не могла сохранить власть иным путем. Фальсифицированные выборы, незаконная цензура, репрессии против политических оппонентов – все это разрушает основы государства. Прекращают действовать такие его механизмы, как внутренняя легитимация власти за счет доверия населения политической системе, справедливый суд или хотя бы вера в таковой, после чего судопроизводство оказывается в глазах людей произволом и так далее. Прежде чем погибнуть материально, любое государство переживает моральную смерть. Именно это моральное убийство США и произошло в результате насилия над Конституцией, произведенного демократами. То есть можно констатировать, что американская олигархия вступила в тот период, когда ради сохранения абсолютной власти уже не над всей планетой, а хотя бы над ее частью, она готова убить даже США. Это не значит, что США исчезнут с политической карты мира. Украина же на ней присутствует. Просто большая часть функций государственных органов, которые раньше хоть как-то ограничивали олигархический произвол, теперь перейдет к частным корпорациям. Мы уже видели, как американские частные цифровые компании по собственному произволу без судебной процедуры принимают решение о блокировании десятков миллионов пользователей, а также целых СМИ и социальных сетей по принципу политических взглядов. От этого совсем недалеко до таких же корпоративных решений об уголовной репрессии политических противников без решения суда. Политические убийства, пока еще маскируемые под самоубийство, уже применяются в США в интересах финансовой олигархии. Частные армии на Западе уже есть, и некоторые из них даже ведут частные войны небольшого масштаба. Осталось совсем немного до корпоративных военных конфликтов регионального и даже глобального масштаба. Могла же британская Ост-Индская компания? Почему не могут американские олигархи? Полная приватизация государственных функций может дойти даже до контроля над ядерным оружием. Единственная проблема – если контроль над медициной можно отдать фармацевтам, то есть одной из олигархических группировок, а контроль над образованием, наукой, искусством и СМИ – цифровым компаниям, то контроль над ядерным оружием и вопрос его применения могут быть только коллективной олигархической собственностью, чтобы никто не усилился в ущерб остальным. Пример Украины и события, разворачивающиеся у нас на глазах в США, свидетельствуют, что транснациональный финансовый олигархат будет последовательно уничтожать все государства, попавшие в его сферу влияния. Социальные функции государства будут практически полностью ликвидированы, а остальные приватизированы отдельными олигархическими группировками, либо наиболее важные – коллективным олигархатом. В государствах Западной Европы действуют аналогичные леволиберальные и правоконсервативные группировки. Но поскольку европейская часть транснационального финансового капитала серьезно уступает по возможностям своим американским коллегам, правоконсервативные патриоты чувствуют себя в Европе пока более уверенно и рассчитывают прийти к власти при помощи демократических процедур. Как уже было сказано, даже часть европейского финансового капитала поддерживает консервативных патриотов, потому что боится американского засилья. Чтобы отбиться от базирующихся на США транснациональных корпораций, им необходимо сильное государство. Это не значит, что левые либералы не смогут учинить в ряде стран ЕС такой же переворот, как в США. Но в каждой западноевропейской стране исход дела будет зависеть от внутреннего расклада сил. В Восточной Европе, за исключением ориентирующейся на Германию Чехии, ситуация совершенно иная. Давно германизированные чехи просто согласятся с германским выбором, каким бы он ни был. На Балканах, как это обычно бывает в регионе, дело может дойти до внутригосударственных и даже межгосударственных военных столкновений. Государства там традиционно слабые и транснациональному олигархату сравнительно легко инспирировать в них гражданские конфликты. Однако длиться такие конфликты на Балканах могут годами и десятилетиями. Ситуация с Украиной тоже понятна. Она уже разрушена в ноль и в таком состоянии будет зоной свободной охоты собственных и американских олигархов. Причем последние быстро съедят первых. В Молдавии и Румынии велик риск балканизации. Только конфликты там, как правило, бывают скоротечными. Зато они часто колеблются между различными позициями. Перевороты при необходимости могут следовать один за другим, в зависимости от сиюминутных изменений мировой конъюнктуры. Однако нахождение Молдавии и Румынии на периферии интересов основных геополитических игроков, а также достаточно высокий уровень консолидации местных политических элит, для которых их слабые государства являются главным источником кормления, дает шанс обеим странам переждать лихие времена в стороне и в конечном итоге присоединиться к победителю. Та же самая идея пересидеть и присоединиться к победителю сейчас становится популярна в среде прибалтийских политических элит. Однако они слишком долго проводили политику американоцентризма для того, чтобы резко разорвать с традицией следования в фарватере американской политики. Поэтому высока вероятность, что и Прибалтика станет очередной после Украины жертвой американской транснациональной олигархии. Остаются три государства – Польша, Венгрия и Белоруссия. Выбор Словакии будет аналогичен польско-венгерскому. Их судьба зависит от двух факторов. Во-первых, важную роль сыграет выбор Западной Европы. Если западноевропейские страны пойдут по правоконсервативному пути, Польшу и Венгрию это вполне устроит. В обеих странах у власти правоконсервативные правительства, опирающиеся на приверженность традиционным ценностям большинства избирателей. Если Западная Европа сломается под давлением леволиберальных сил, возникнет проблема соответствия ценностей ЕС польско-венгерским ценностям. И Варшава с Будапештом будут сопротивляться, пытаясь сохранить свою государственность от разрушения международным олигархатам. Во-вторых, устоять под давлением коллективного Запада, если он весь пойдет по леволиберальному пути, у Польши с Венгрией вдвоем нет ни одного шанса. В крайнем случае их сомнут силой. Шанс появляется, если они решат опереться на Россию. Венгрия давно делает соответствующие попытки. Польше же в значительной мере мешает традиционная русофобия и историческая надежда на создание подпольской гегемонией Междуморья, как некого Эрзаца Речи Посполитой, Великой Центрально-Восточно-Европейской империи, отделяющей Россию от германских народов Европы. Но других вариантов нет. Альтернативу разрушению государственности в пользу глобального господства транснациональной олигархии предлагают только Россия и Китай в виде разных вариантов, созданных в них бюрократических республик. Бюрократия – традиционный враг олигархии, ибо бюрократия кормится от сильного государства, тогда как свободной охоте олигархии сильное государство мешает. Поэтому американский олигархат заходился от восторга слабой России Ельцина и ненавидит сильную Россию Путина. Если, как было сказано выше, Западная Европа еще может надеяться устоять под давлением глобальной олигархии, опираясь на собственные силы, хоть это и сомнительно, то у восточноевропейских государств есть только один выбор – либо примкнуть к Российско-Китайскому Союзу, либо сдаваться на милость США. Надо отметить, что Россия и Китай предлагают не только приемлемые для тех же Польши и Венгрии формы организации государственной власти в виде бюрократической республики, но и востребованную правоконсервативными, патриотическими и националистическими правительствами этих стран идеологию ориентации на традиционные ценности, патриотизм, развитие собственной экономики вместо удушения ее в угоду транснациональной олигархии. В последние десятилетия традиционная русофобия, страх перед огромностью России толкала восточноевропейские страны в объятия США. Однако сегодня начинает действовать иной страх – страх перед универсализмом глобальной олигархии, грозящий растворить в мировом плавильном котле не только восточноевропейские государства, но и народы. Посмотрим, какой из этих страхов окажется сильнее. Пока что традиционная ориентация на США преобладает. Совсем печальна судьба Белоруссии. Там Лукашенко давно создал бюрократическую республику, плавно превратившуюся в государство-собственность лидера. Фактически, у белорусского государства сейчас одна основная функция – сохранение власти Лукашенко. Однако политическая надстройка должна соответствовать экономической организации. Если в государстве все, включая экономические отношения, контролирует президент и конкретные решения зависят от его произвола, а не от закона, то власть бюрократического лидера постепенно вырождается в олигархическое правление во главе с единственным олигархом. В олигархической республике управляет коллективная воля нескольких корпораций. США и мир слишком велики, чтобы эффективно управляться одним человеком. Белоруссия же достаточно мала, чтобы возникла иллюзия возможности единоличного эффективного управления. Хотя на раннем этапе своей карьеры Лукашенко не был единственным. Он был первым среди равных, что способствовало не беспроблемному, но устойчивому развитию бюрократической республики. После установления единоличного контроля над белорусской политикой и экономикой Лукашенко де-факто стал единоличным олигархом. То есть абсолютный правитель он только в белорусской системе координат. В глобальной же является олигархом-владельцем Белоруссии, калибром помельче Сороса, но покрупнее Порошенко. Отсюда и его колебания. С одной стороны, долговременная политическая традиция создававшейся им бюрократической республики толкает его в российско-китайский лагерь. С другой, интересы сохранения личной власти, ради которой и удерживается абсолютный контроль над белорусской экономикой, делают его идейным попутчиком западной олигархии, которая также пытается удержать свой единоличный контроль над экономикой, целем которой перестало соответствовать сильное правовое государство. Поэтому Лукашенко, несмотря на то, что Запад откровенно продемонстрировал намерение его свергнуть, а Россия помогла удержать контроль над событиями, вновь декларирует политику многовекторности и пытается заигрывать США. Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко в Белоруссии не может удержаться в рамках бюрократической республики, интегрированной с Россией и Китаем. Здесь придется следовать принципу, в соответствии с которым большое диктует правила игры малому и зависимому. Следовательно, Лукашенко будет лишь топ-менеджером предприятия Белоруссия в рамках большой экономики, и свободы решений за пределами менеджерских полномочий будет лишен, а ответственность за результаты управления будет строгой. Но точно так же власть Лукашенко не может удержаться в рамках международного олигархического консенсуса. Для глобальных ТНК он вместе со своей Белоруссией не больше, чем еда. Его никто не собирается принимать как равного среди равных. Наоборот, при случае безжалости убьют, как Милошевича, Каддафи или Саддама Хусейна. Белорусскую же государственность глобальный олигархат разнесет по кирпичику значительно быстрее, чем украинскую. Она вся построена вокруг фигуры Лукашенко. Вытащи его и все посыплется. В общем, для Лукашенко лично хорошего выхода все равно нет. Максимально безболезненный, соответствующий интересам белорусского государства и народа, реформа и быстрая интеграция в рамках союзного государства или ЕАЭС. Путь подсказан Москвой, но ему не нравится. В результате Александр Григорьевич сидит на разъезжающихся стульях, постепенно разрываясь по швам, а с ним рвется и белорусское государство. И это далеко не так смешно, как кажется некоторым соседям Белоруссии, пытающимся урвать на чужом несчастье свой кусок. Дело в том, что они вот-вот окажутся в том же положении. Выбор один. Между Россией и США, между традиционным сильным государством и его отсутствием, порождающим произвол корпораций. И этот выбор надо делать уже сейчас, хоть и не очень хочется. Просто потом будет поздно. Американский олигархат способен сломать всю Восточную Европу. А Россия на помощь тем, кому не нужна, не придет. Не будет Москва вмешиваться во внутренние дела стран ЕС и НАТО. Россия вообще не любит решать за других, делая это лишь в том крайнем случае, когда чужие действия несут угрозу ее безопасности. А в остальном каждый сам кузнец своего счастья. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok